ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если небо встанет, будет плохо. Смотрите, какой у нас шикарный камуфляж. Прям зачетный камуфляж, прям класс. Думаете, вы просто бампер, ребята, повредил? Нет, ребята, не просто. Я оторвал себе, как вам сказать, заднюю часть вообще. Смотрите, пролазит палец по всему периметру. Короче, жопа полная. Не вот, конечно, старый камень, но это жаль. Итак, ребята, начинаю. Смотрите, от машины отошли. Я катнул для проверки здесь сигнал, но я его не нашел. Что у тебя? Царь? Да ладно, серьезный, что ли? Во, ребят, смотрите. 76-й год. Вот это, да? 76-й год. Да, 76-й год затеркнул. Затеркнул. Но факт в том, что второй, который я сигнал тоже копнул, я видел круглый. Вот такой вот Екатериновский пятак. Первый раз коснете так? Это у нас руки. Рубинка. Собственно. Вот, ребята, и дождались. Град. Смотрите, на капоте град лежит. Прекрати. Прямо град в горох, ребята. Видите, да? Горох. Итак, ребята, всем привет. Нет, наконец-то могу вам это сказать. Потому что мы добрались до желанного места. Самое интересное то, что мы вон только из той вон лесополосы выехали, и тут сухо. Прям, знаете, прям земля полопалась. А там жопа полная. В общем, мы приехали сюда. Почему нас сюда тянет, ребята? Потому что каждый выход у нас получается здесь вкусняшки. Постоянно. Такого не было, чтобы мы уезжали, и находки здесь были отвратительные. Всегда находки здесь шикарные. И сейчас я вам продемонстрирую предыдущие копы, находки, изюминки шикарные, которые мы здесь сделали мной или же моими комрадами. И сейчас я вам продемонстрирую. Продолжение следует... Вот здесь мы сейчас вдвоем. Я сейчас зайду в тенечек. Вроде солнце светит, да? Солнце. В машину зайдешь, через лобоуху должно быть тоже солнышко светит. Но здесь, ребята, тенек. Смотрите, реально тенек. Знаете почему? Потому что, смотрите, какой у нас шикарный камуфляж. Прям зачетный камуфляж. Прям класс, класс. Вообще зачет. Вот. Так что, видели, да? Какие здесь мы находки поднимали. Просто шикарные. Здесь и клад тоже был серебряный. Два килограмма тоже вы, наверное, сейчас узрели. В общем, находки здесь были классные. Некоторых пацанов, которые сюда планировали ехать, я обзвонил всех и сказал, что не стоит сюда ехать сегодня и завтра 100%. Потому что дорога, как вы видели, непроходимая. Только она поддастся Сереге, который приобрел недавно Ниву и, к сожалению, с разведкой съездил в одно местечко и расколол себе бампер. Расколол бампер об косуля. Ну, шальная косуля была. Так что мы вдвоем начинаем с Костянычем. Костяныч позавтракал. Кингуха тоже немножко перекусил. Так что отправляемся на фундаменты, которые позади меня. Не знаю почему, именно в эту область меня тянуло. С левой стороны фундаменты взорваны. Прям сильно взорваны. А вот по правой стороне они просто ковырены. Не знаю почему. Может быть, просто находки не давали. И мы сейчас узнаем, углубимся. Для начала я хочу взять Ванквиш 540 и верха посмотреть. Потому что я смотрю, здесь травка достаточно еще хуже. То есть Ванквиш еще может, помимо этой травки, которая вот, видите, травка какая, верховая, еще может что-то зацепить. Так что для начала пройду вокруг фундаментов, буду копать все сигналы, которые отдают в цветнину. Ну и одновременно буду смотреть засыпку. Если засыпка будет радовать, сопутка если будет, то мы на этом фундаменте обострим свое внимание. Так что приятного просмотра. Видео начал, значит находки у нас будет. Ну а для начала палец кверху за трудосторание, что оторвал, сука, я свой бампер. Печаль печальная. Ну и если не подписан, подписывайся. У нас всегда интересно и весело. Находки всегда радуют. Итак, ребята, помните я вам говорил про желтый уровень опасности? МЧС предупреждал. Ветер сменился, а теперь в нашу сторону дует. И вот именно вот эта и вон та нас точно накроет. Так что очень жалко. Придется нам сейчас. Ну, вынуждены поехать сидеть у костра, в надежде, что дождь пройдет мимо. И употреблять горячительные напитки. Тут уж мы не виноваты. Матушка природа такая. Вот, ребята, и дождались. Град. Вон, смотрите, на капоте. Град лежит. Прекрати. Прямо град с горох, ребята. Видите, да? Горох. Прекрати. 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 Града. Град. Дождь. Ливень и все прочее. У нас чайник он затух. Ешкинг, он там на такое фламя был, и он затух. Итак, ребята, доброе утро. Только что, только что вот глаза протер. В общем, вчера мы спать легли поздновато. Из-за того, что дождь вчера лил несколько часов. Сидели мы по машинам, разбрелись. Просто тупо сидели. Потом он стих слегка, и мы решили посидеть, поужинать. Ну, в общем, посидели до часу. Вот, сейчас дождик продолжает лить. Я не знаю, как мы будем возвращаться. Вообще не знаю. Серега вон чайник там поставил. Говорит, Саня, надо ехать домой. Весь день будет так же поливать. Вот, не знаю. Не знаю. Очередные приключения будут обязательно. Потому что, как мы сюда ехали, было жо. Жо. И будем обратно ехать. Тоже будет жо. Так что, ладно. Надеюсь, дождик закончится. Что у нас? Пробуем проехать. Дубль два. Первый раз развернуло. Второй успешный. Ребят, вторая попытка у меня получилась удачная. Заехал. Первый раз меня вообще крутануло, развернуло. Мне пришлось с жопой все сдавать. Вот. Потом нарезал новую клею. Сейчас вот пацаны поедут. Надеюсь, не снесет. Ай, сносит. Сносит. Погода, ребята, налаживается. Но все равно обещают дожди. Ну, а мы пока месим грязь. Нет. 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 Красава, красава. Давай, давай, давай. Без помощи Нивы почти выехал. Красавчик. Очеред. Третий Нивы. Но без проблем. Без проблем. Ребят, вот приехали. Вот, расставились. Первый сигнал, который я копнул. Пацанам говорю, сёры, я на удачку по верхам. По верхам. И вот, смотрите. Удачка. Первый верховой сигнал, который копнул. Тридцать девятый год, пятак. Сохран-бомба. Смотрите, какой сохран серый. Смотри, какой огонь, да, и. Тридцать девятый, я не знаю, он рядовой или нет. Верховый, не фундамент, конечно. Да, вообще огонь, тридцать девятый год. Ну, зрители у меня уже знают. Смотрите, какой. Прям шикардос. Тридцать девятый год, пятак. Итак, ребят, решил я зайти в шурф. Трава сырая. В общем, промыкаешь штаны все. Вот. На брелок на такой фундамент. Вижу здесь стекляшечки вот такие. Но они винтовые. Это Советина поздняя. И как бы вижу фундамент. Значит, именно до предела вот бревна. И я начал углубляться глубже. Засыпка, в принципе, продолжается. Вот. И первый сигнал, какой цветной здесь был. Больше ничего не было. Выпала вот такая царская монета. Царская монетка. Год, не знаю какой. 1914. Вот. На камушку положил. Она просохла 1914 год. Монетка вроде как неплохая. Пацаны решили поразвлекаться. Походить по металлу. Особенно Ярик сгорел с металлом. Ну, ладно. Посмотрим. Не знаю. Выкопал. Ну, копаю, наверное, минут 15. И первый сигнал, какой был эта монета. Больше сигнала вообще нет. Ни пробки, ни крышки, ничего. Ребят, подрезая стеночку, в стенке сигнал был. И выпала вот маленькая монетка. И это у нас 1,2 копейки Николая последнего. Год, к сожалению, сейчас сказать не могу. Но сейчас обязательно протру. 1,2 копейки. 1899, наверное, скорее всего. Вот такая красавица. Справа Серега. Слева Костяныч. А мы здесь вот. Тебе для мистян. Ребята, у меня вон из той глубины. Был сигнальчик здоровский. Что не сигнал, я радуюсь. Потому что здесь сигналов особо нет. И вот была очередная царская монета. Но снова копейка. Год 1913. Ребят, 1913. До этого была копеечка 14, а эта 13. Сохран тоже бодрый. Хороший сохран. Вообще зачетный. Ладно, потихоньку, потихоньку. Но дает здесь керамики, как бы, вот такой цветной, расписной. Очень много. Я сюда вот сбрасываю немножко. Такая вот такая, знаете. Ну, это Советина. Вот такая вот. Интересно, вот такой вот рог еще копал. Серега угорает, в голове приставил. Это рог от викингов. Ну, а вы напишите, от чего такое может быть латунь. Может быть, чайник большой был огромный. Но Серега говорит, рог от викинга. Пусть будет рог. От каски у них каски же. Да, да, да. Пойдет. Продолжаем. Итак, ребята, моя дырочка, вот эта дырочка, дает находки. Сейчас выпала пуговка. Дырочка дает находки. У Сереги были лысые. Я говорю, блин, наверное, Сера, от тебя перешли пуговицы лысые. Здесь была жесткая такая, знаете, ржавчина. И когда я с трудом оторвал, появилась позолота. Долго думали, долго размышляли, что это такое. Здесь вот в центре сейчас, вот посередине, это колышек. Вот эти вот кривые, это у нас змеи. И наверху, видите, это у нас каска с крыльями. Так что, ладно, поживем, посмотрим. А в руки нам попала нечастая пуговица. Это коммерческое учебное заведение. Коммерческое учебное заведение сосредоточено главным образом в Министерстве финансов. Пуговица не рядовая. Как мы видим, по каталогу, по проходам на аукционах, достаточно дорого стоит. Всего-навсего одна пуговка стоимостью полторы тысячи рублей. Вот и узнали, что же нам попало в руки. Ну, а сейчас возвращаемся на коп. Итак, ребят, земляной дед принял горячительный напиток от Наумова. 1896. 96-й. Копеечка царская, 1896-й. Ну, нормально, вот смотри, на какой глубине. А камрады, которые здесь ушли, докопали только вот до суда. Да, вот так вот. А мы, видите, как глубоко углубляемся, и у нас находки идут. Ну, что, просто пруд. Да, просто пруд. Особенно вот с этой дырочки. Все твоя дырочка. Вручает. Ладно, смотрим. У Костяны что-то пока там. Ну, я значок поднял. Кстати, он значок поднял, интересно, ребята. ВЛКСМ. Ребята, ВЛКСМ. Он, конечно, поздний, но он интересен тем, что он у нас с закруткой. Абсолютно целый. Да, с закруткой. Надеюсь, когда будет чистить, закруточка отработает и будет зачетно. А что, она хоть сейчас отработает? Не-не-не, сейчас нельзя, потому что она отломится. Так, пуговка у него и значок ВЛКСМ, ребят. ВЛКСМ достаточно приятный такой, знаете. Масилный когда-то такой. Да. И с закруточкой. Вот зачетно. И пуговка, ребят, у него. Орлянка на пушках. Но, к сожалению, матушка-земля ее разорвала. Вычистить оттуда землю. Вот так прижать. И достаточно будет хороший экземпляр для панно. Ну, вот Костяныча пока с этой дырочки пока вот так. Его супруга, наверное, плохо колдует. Хотя она наколдовала сегодня хорошую погоду. Вот. Мы вернемся домой. Да, мы вернемся сегодня домой, точно. Итак, ребят, у Костяныча там сейчас покажу. А у Сереги какой-то обломочек. Но он говорит с какой-то надписью. О, да. Может, это ли? Что-то. Интересно что-то. Смотрите, видите? Надпись какая-то. Вот продолжение, походу. 1800. 1800 чего-то. 800. А, нет, не 800. Смотри, это вот так надпись была, видишь? По кругу и вот сюда. А это вот отчет от нее, наверное, вот так вот. Может быть, да. Что-то интересно, ребята. Вообще классно. Что-то было, да. Нужно, конечно, почистить и узнать. Какая-то бирка, наверное. Ну, блин, типа это комаровых, типа комаровых, чем-то такое, да? Да, что-то решено. Ну, было интересно, мы такое не находили. Вот, и у Костяныча у меня были крестики поломаны, я вам не показывал. Вот у Костяныча целый, целый крестик-лепесток. Вот, его просто так и прозывают, потому что в форме крестика-лепестка. А с обратной стороны имеется молитва честному кресту. Вот. Очень красивые крестики, очень красивые. Но их считают женскими. Правда, нет, я тут уже сказать не могу. Так что, ладно, дырочки все дают, дырочки все дают. Так, на всех не надо говорить. Ребят, Серега говорит, блин, давай в прямом эфире. Ну, давайте в прямом эфире посмотрим, что там. 48, 45. 48, 45? Да. На монету. Сейчас, не дай бог, что бонь какая-нибудь будет, блин. Я только пленку зря трячу. Пленку. Вон она, ёптань. Где? Ребят, вот она. Вот она, смотрите. Что это такое? Ух. Аня, это походу. Ух. Большая, я говорю, большая. Ух. А что это? Двушка как минимум, бля. Двушка, 25. 25-й пятак. 25-й пятак, Сережа. Неплохой прям, хочу сказать, хороший пятачок. Вообще хорош. Крупняк. Да, это сегодня первый крупняк, ребят. Ну вот. Я попросил земляного дедушку, чтобы он им дал монетку, блядь. По блату, да? По блату, да. Так что вот, так вот зачет. Ладно. Копаем. Погода радует. Правда, там что-то, блин, надеюсь не будет. Итак, ребят, пришло время заканчивать. Время хотя позволяет, но видите, за моей спиной снова надвигается то, что было вчера. И мы хотим уехать отсюда. Не стоит искушать судьбу, нам нужно проехать, не таскать друг друга с канатами. Вот. Так что, видите, видите, на тачке, блин, до сих пор канат висит. Вот. Что хочу спросить у Костяночки. Костян. Да. Что хочешь сказать по вчерашнему, сегодняшнему Копу, блин? Ну, если бы не дождик, мы бы здесь задержались однозначно. Ну, а как ты вчерашний оффроуд? Оффроуд, не на пузотерке. Не на пузотерке. Так, Ярик, ну это понятно, Ярик у нас просто ходит, сидит, ест, спит и, блин, ничего не делает. Серега, серый, блин. Что хочешь сказать? Ну, он хотя вчера проехал, блин, после того, как мы там месили какаху, он проехал спустя полтора часа и прям, говорит, прям по лужам ехал и развлекался. В лужи специально заезжал, говорит, а, чтобы машина хоть грязная была, да? Потому что уже подсохла, я надеюсь, что с ночи тоже там подсохла сейчас. Да, потому что, как бы, таскать это печальная беда, я, думаете, вы просто бампер, ребята, повредил? Нет, ребята, не просто. Я оторвал себе, как вам сказать, заднюю часть вообще, смотрите. Пролазит палец по всему периметру. Короче, жопа полная. Нива, конечно, старенькая, но это жаль. Так, по находкам, ребята, сейчас я вам покажу, что у нас тут изюминки у нас сегодня есть. Есть изюминки в плане... Ну, что уж там, валды. Так, ну, как остянуть? По находкам получилось вот так вот. Неплохо, вообще зачетно. Отмечу несколько изюминок, ребят. Вот такой вот Екатеринский пятак 1786 года. Хороший, зачетный. Это у нас пятак вышел из угла. То есть это закладной пятачок. Затем почистил Костяныч вот такую пуговку-орлянку. Вот, я тоже закинул свою пуговку. Вот, она выглядит вот так. Так, жалко, что позолото слезло с нее, но ничего страшного. Так, ну, царь-двушка, царь-двушка, копейка царская, советики-советики, образок. Вот такой вот значок ВЛКСМ зачетный. Вот, персинек, пуговка на пушках. Здесь у нас что, два пятачка, 39-й, 30-й. Царик, 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 вырубаешь. Советик, советик, советик. И еще один царик. Это две копейки. Тоже с фундамента выскочил один. Вот, так что крестик вот такой-то интересный. У меня таких крестиков еще не было, не встречал. Вот такой тоже крестик, к сожалению, тоже обломанный. Изюминка, ребята, изюминка, конечно же, вот такая вещь, ребята. Вообще шикарная вещица, ребята. Это у нас рубин. Рубин от перстня. Не знаю, видно вам, как он играет на солнышке, нет? Хотя солнышко-то уже не видно. Вещь вообще зачетная. Вот, также на фундаменте, на последнем, выскочил пятак 24-го. Два царя и две пуговки, обычные лысые. Вот, так что вот так вот сегодня мы откатались. Грязь помесили, ну и немножко монеток накопали. Это с надписями, которые... Да, вот этот, не знаю, что это такое, ребята. Собрались двух частей. Вот, и я надеюсь, что-нибудь здесь получится по изображению. Потому что здесь какие-то надписи есть. Серега почистит. Я думаю, если что-то интересно, я, конечно, ваше внимание обострю. Ну, на этом и все. Надо ехать, потому что чернота едет. Мы не хотим больше буксовать. Вот эта дорога до трассы. Совершенно быстрая такая, знаете. Здесь 80-90 разгоняемся. Все пять минут езды до трассы. Мы же вчера ехали, наверное, два с половиной, три часа. Да. Ну и все. Всем пока. До новых встреч. Все будет у нас классно. Подписываемся. Ставим лайки. Не забываем. Ну и все. До новых встреч. Надо разгончик, что ли, взять. Ребята. Пролетели прям махом. Я даже, блин, знаете, нигде не тормозил. Прям как разнес. Даже ни пониженно, ни повышенно, ничего не включал. Но Костяныча выкинуло. Видите, уже грохочет. И вот сейчас будем тащить, наверное. Блин, Серый, вот лишь бы тебя вообще здесь не таскать, блядь. Вообще тогда жопу будет. Дальше бери Серегу. А может лучше назад его выучить? Не здесь. Не знаю, давайте попробуем. Хорош, Сережа, блин. Не дай бог они еще застрянут. Если небо встанет, будет жопа. Прошли, молодцы. Заднее колесо вообще не крутится. Ладно, мы сейчас, наверное, сходу без разгона. Прям сходу. Здесь прям засасывает горло. Не знаю, посмотрим сейчас. Ребят, решил не скушать судьбу без разгона. Надеюсь, проеду. Да, я встал. Чуть назад, чуть вперед, ребята, и прошел. Нормально, не вас тянет. Жижа полная. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.